всем большой привет добро пожаловать на мой канал первое что хочу сделать это поздравить всех с наступлением зимы и сегодня мы будем выполнять зимний маникюр на моей беременной клиентки сегодня поговорим с вами об особенностях работы с данными клиентами и рассмотрим какие же опасности нас подстерегают ну и естественно выполним маникюр с небольшим ремонтом с выравниванием ногтевой пластины и с очень быстрым красивым дизайном первое что нам нужно сделать это конечно же снять покрытие снимаю я покрытие твердосплавной фрезой елочкой с фиолетовой насечкой честно скажу очень полюбились мне эти фрезы уже не синие не зеленые почему-то мне даже и брать то не хочется они отлично снимают как гель-лак так и любые твердые материалы то есть гель акригель и еще из-за того что у них крестообразная насечка то есть она как бы более мелкая она во первых быстро снимает материал а во вторых не оставляет зазубринок то есть практически не приходится потом работать пилкой и что-то там выравнивать не остается после нее борозд как например от керамической фрезы кстати вы с чем снимаете гель-лак и гель керамическими фрезами или все-таки отдает свое предпочтение твердосплава напишите пожалуйста в комментариях потому что я раньше работала только на керамике соли а сейчас только только твердосплав дальше мы придаем форму свободного краю по желанию клиента длину мы практически не убирали лишь совсем совсем чуть-чуть убрали несколько миллиметров кстати этот дизайн выполняли вместе с вами и такое видео есть на моем youtube канале так что если интересно обязательно посмотрите давайте разбираться в чем же опасность и вообще какие нас могут подстерегать так скажем опасности в выполнении маникюра беременным клиентам первое это конечно же отслойки причем даже если вы сделали все правильно и вы должны сразу предупредить об этом клиента отслойки могут быть потому что гормональный фон клиента меняется и неизвестно как организм воспримет чужеродный материал а это все-таки искусственный материал то есть любой материал который мы наносим на ногтевую пластину он не схож по типу с натуральными а соответственно адгезия может все равно нарушаться каким бы хорошими материалами не были но в любом случае вы не должны опускать руки в таких случаях и подбирать материалы подходят которые именно этому клиенту и именно под его период жизни хорошо отодвигать кутикулу шабером это очень важный момент важно открыть карман чтобы потом хорошо проработать пламенем и зачистить весь птеригий шабер у меня был от silver stars ссылочки на все материалы фрезы я оставлю как всегда в описании под видео мы уже практически сделали маникюр сначала проработали на форварде потом обработали на реверсе и теперь делаем срез срез делаю маленькими ножницами потому что кутикула здесь вообще незначительная но все-таки она есть срезаю я здесь в этом случае строго перпендикулярно ногтевой пластине и нам практически даже не приходится шлифовать вообще когда увидите вот такую маленькую кутикулу старайтесь и ножницы взять такие же то есть чтобы кончик обязательно был тоненький тоненький вообще инструменты silver star я заказываю на в элберисе это удобно вам не надо платить за доставку ссылки я оставлю обязательно попробуйте и нам обязательно срез нужно заполировать для того чтобы не появлялись заусенки для того чтобы в принципе кожа выглядела блестящая красивая и так как будто бы вы ее фотошоп или сегодня вместе с вами открываю базу от мести к новенькую и хочу вам показать как я это делаю мне из старые ножники я просто вырезаю вот такой вот кружок и получается мне знаете что-то по типу баночки не проливашки это очень удобно наношу я тонкий слой на тот ноготок который мы будем немножко до наращивать немножко реставрировать во первых там была от слойка с торца будем использовать также акригель от мистик ставим горошинку на то место откуда у нас идет сужение то есть у нас не хватает одного бока одной параллельки и мы ее будем достраивать прям без форм акригель от мистик он не падает то есть он хорошо держит форму и без форм можно спокойно нарастить где-то 2 миллиметра длины что нам в принципе вполне подходит естественно этот ноготь нам нужно опилить не только по свободному краю но и также убрать переход от натуральной ногтевой пластине к искусственному материалу опиливаем обязательно заходя под ноготь чтобы нас не было не образовывались клювики и пилим также смотря сверху на ноготь то есть сейчас мы уже пилим с вами именно форму немножко проходимся сверху вообще хорошо выглаживаю кисточкой что сверху практически не приходится пилить и уже все ноготочки хорошо обезжириваем дальше делаем выравнивание той же самой базой который мы наносили в качестве подложки ставлю небольшую капельку на скользящий слой и распределяю по ногтевой пластине вообще если честно я обожаю работать базами которые только-только открыли они какие-то другие я надеюсь что вы меня поддержите напишите если тоже так думаете я очень люблю все открывать наверное поэтому я и начала свою блогерскую карьеру обожаю делать распаковки кстати я делаю много различных распаковок в своем инстаграме поэтому оставлю ссылочку вам под видео если вам интересно такая тематика обязательно подписывайтесь базу распределяю по бокам тонкой кисточкой всегда чтобы не наваливать материал кто-то помню просил показать сбоку архитектуру вот такой красивый с изгиб и работаем мы сегодня 161 цветом это цвет из новой коллекции от мистик она зимняя и они очень плотные все цвета все цвета которые были в этой коллекции просто нереально плотные но хочу сказать чтобы вы были внимательны и не наносили ни в коем случае толстый слой потому что я работала гель лаком первый раз и для того чтобы мне сделать плотное покрытие мне понадобился один тончайший слой и я сразу же завела под кутикулу ногти все мы решили покрыть флейк топом от мальтини с белыми хлопушками он еще и матовый и смотрится как настоящий снег вот честно даже дизайна никакого не нужно но напомню так как мой клиент беременный и у нее уже во всю зима елки и шарики поэтому мы еще и нарисуем снежинку снежинку будем рисовать кошачьим глазом кстати сразу скажу что идея дизайна не моя а юлия crazy nails точнее мне клиент в принципе уже сразу принес мастер-класс ну а я не против была его повторить тем более юля чудесный замечательный мастер и почему бы не повторить мастер-класс в общем-то нечего тут скрывать я не хочу присуждать себе чужие какие-то заслуги идеи дизайнов но в общем рисуем снежинку как у юли для начала мы рисуем каждый элемент и отмагничиваем его и также между вот этим крестиком мы рисуем дополнительные элементики снежинки которые должны быть чуть короче обязательно при помощи магнита для кошачьего глаза мы поднимаем весь блик наверх прикладывая с четырех сторон покрываем все матовым топом от мистик и кстати топ не наносите в очень тонкий слой потому что любой матовый топ лучше наносить с небольшим выравниванием то есть средним слоем тогда матовость у него будет очень хороший еще этот матовый топ он вообще не пачкается его очень люблю белый гель красочкой от мальтини и кисточкой волосок тоже от мальтини 9 миллиметров я начинаю делать тонюсенькие тонюсенькие линии тонкие прорисовки которые у меня начинаются с маленькой капельки и заканчивается в вообще тончайшую линию то есть это снежинка она должна быть обязательно воздушной кстати никаких промежуточных просушек я здесь не делала краска очень хорошая от мальтини она не течет и можно сразу же рисовать то есть весь дизайн и он будет отлично держаться и никуда не растекаться и еще по матовому топу рисовать чуть сложнее чем по глянцевому плюс это гель краска без липкого слоя и у нас поверхностный дизайн который мы не будем перекрывать потом топом что важно отметить когда вы рисуете поматовому топу просто делайте это чуть медленнее чтобы ваша кисть успела отдать краску на топ и берем каучуковый топ от мистик он достаточно густой и им я очень люблю рисовать объем то есть добавлять какие-то капельки какие-то какие-то мельчайшие элементы прорисовывать и мы снежинку сделаем глянцевой то есть у нас фон будет матовая а сама снежинка будет глянцевой ну и вот что я заметила уже в конце работы когда начала обезжиривать ногти заметил просто два огромных пузыря сначала я думала что может быть я слишком толстый слой добавила но нет посмотрите видите да с какой стороны у нас образовались эти пузыри это просто из-за того что клиент завалил руку в лампе поэтому даже если клиент ходит к вам уже несколько лет не забывайте ему говорить чтобы он ручку все-таки держал ровно я об этом сказать забыла и напомнить забыла поэтому произошла вот такая вот ситуация я зашлифовала все пилочкой очень быстро обязательно защищайте кутикул так как она уже нежная заполированная только что обработанная и у кутикул у меня цвет остался поэтому мне осталось прокрасить лишь центральную зону то есть центральную часть где я все спилила прокрашиваю тонким слоем и просто положила чуть побольше слой топа чтобы выровнять неровности и все было даже незаметно на всю эту переделку мы потратили да конечно лишних где-то 15 минуточек но посмотрите какой шикарный результат клиент ушел довольный я тоже но я конечно же буду ждать ваших комментариев по поводу того как вам такая идея зимнего дизайна с вами была татьяна сидоренко обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока